Главный сказочный персонаж, без которого не обходится празднование Нового года, Дед Мороз, сегодня отмечает свой день рождения. Считается, что именно в этот день на родине волшебника в Великом Устюге зима вступает в свои права. В числе детей, которые хотят поздравить волшебника с праздником Алиса и Соня Наумовы. Писать они пока не научились, поэтому в качестве подарка приготовили рисунок и приглашение в гости. По словам историков, Дед Мороз, каким мы себе его представляем, появился относительно недавно. Его прообраз возник в славянской мифологии. Он представлялся невысоким бодрым старичком с седой бородой, которого звали зимой. Традиция прихода Деда Мороза домой с подарками возникла с началом празднования Нового года в Российской империи. Отмечать праздник начали в 1700 году по указу Петра I. В те времена Дедушка Мороз приносил подарки только умным и послушным детям, а хулиганов бил своей палкой. Со временем его образ смягчился, а палка превратилась в волшебный посох. Начиная с Петра I происходит такое очень мощное проникновение западноевропейских традиций, в частности связанных с торжествами новогодними в Россию, то в 19 веке постепенно появляется и такой вот литературный отечественный персонаж. Он и в сказках Адуевского, и в том числе знаменитый поэме Некрасова. После революции в 1929 году советская власть наложила табу на празднование Рождества. И Дед Мороз, как герой религиозного праздника, оказался под запретом. С 1935 года вновь происходит в отечестве нашим возвращение к интересу к новогодним торжествам. Елочка разрешается снова, все новогодние торжества разрешаются снова. И появляется Дедушка Мороз, такой любимый нами. И буквально в 40-е, а лучше сказать в 50-е годы он активно входит в мультики. Образ современного Деда Мороза складывается из уже классических атрибутов. Красная длинная шуба, волшебный посох, борода и, конечно же, мешок с подарками. Рассказывает профессиональный Дед Мороз Денис Гридунов. Говорит, знает, как отличить настоящего волшебника от самозванца. Нужно дернуть за бороду. Если он закричит, значит настоящий. Настроение, как правило, дарят дети. Ты приходишь, даришь им волшебство, а они тебе дают отдачу. И праздник получается великолепным. В Великом Устьюге 18 ноября разворачиваются масштабные праздничные гуляния, которые завершаются зажжением огни на первой в году новогодней елке. В гости к Деду Морозу приезжают сказочные коллеги, чтобы поздравить именинника. Отправить свои поздравления и пожелания сказочному волшебнику может любой желающий, по электронной почте или опустив письмо в почтовый ящик с указанием адреса. Россия, Великий Устьюг, почта Деда Мороза. Ответ обязательно будет. Максим Магомедов, Константин Головин, Григорий Плешаков, События.